добрый вечер дорогие друзья добрый день доброе утро всем всем кто нас видит и слышит в рамках некоммерческого проекта браво мы встречаемся с уникальными людьми которые великодушно делятся с нами опытом познания проживания действительности и сегодня в четверг у нас в гостях по доброй сложившейся традиции я бы сказал человек искра несравненно с жемчужной улыбкой светлана лаврова светлана здравствуйте добрый вечер как как всегда мне очень приятно что вы меня приглашаете что интересны мои темы мне это мне это очень приятно кстати про тему знаете заявленного вами тема меня заинтриговала какая другая ну я вру конечно но не могли бы более подробные как бы осветить выживаю через ложь да именно так конечно ради этого я сегодня сделать тему а почему эта тема у меня образовалась потому что вы наверное многие уже кто смотрит этот канал многие сейчас уже смотрят канал он самый один из самых больших и знают что сейчас помимо ретритов у меня есть индивидуальные чаты где я вячеслав и определенный человек которого мы с которым мы работаем с которым мы проходим определенные этапы его жизненного пути и как раз в этот в этих чатах вот виден и слышат то что говорят люди то что они делают то что как они интерпретируют свою жизнь складывается определенное определенное видение что у нас большинство людей выживают через ложь и это к сожалению на сегодняшний день самый самый банальный самый простой способ чтобы перейти в определенное состояние самого себя чтобы мы могли более или менее комфортно выживать что такое выживают через ложь то есть это не просто когда вы говорили минут мой день что вот я хочу вот это познать я хочу к этому прийти а хочу вот это вот и ты думаешь ну блин но если ты хочешь но это же так просто и ты начинаешь человеку говорили вот чтобы прийти к этому чтобы увидеть вот это вот нужно вот тут а то тут а то тут а по большому счету Мы говорим самые простые, самые банальные вещи, причём те вещи, о которых каждый, не побоюсь этого слова, каждый из вас знает, каждый из вас слышал, каждый из вас предполагает, что это есть. Но по определённым причинам либо не хочет этого слышать, либо не хочет это осознавать, либо не хочет в это идти, потому что как только он начинает себе в этом признаваться, в определённых вещах, почему он не может продвинуться к самому себе, почему он не может изменить свою жизнь, почему он не может сделать вот то-то. это лишь потому что он не хочет себе признаться только через истину ты можешь прийти к самому себе и когда мы приходим к самому себе когда мы приходим к этой истине то мы понимаем почему мы не можем прийти к определенным вещам если например человек говорит я не хочу там банальный пример да вот грубо говоря я не хочу например там работать менее устраивает моя работа ты говоришь ну как бы увольняйся он говорит ну как я уволюсь вот у меня живут это 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 5-10 ты говоришь ну вот возьми и уволься ну какая тебе работа нравится чем человек может осознавать какой ему работу нравится какая какой ему вид деятельности нравится, как он может себя реализовать. Но он в это не идёт. И не идёт ведь он не потому, что он не знает, как туда идти, а не идёт потому, что ему не хочется разрушить то, что есть у него наработанного. Вот, знаете, такая есть поговорка, и когда я это услышала, я её первый раз услышала, когда мне было, наверное, лет 16, и на меня она так произвела такое впечатление, шарашивающее, что я даже не поняла, как вообще люди могут это говорить. Я как-то сидела с мамиными подружками, и они что-то говорили, одна говорит там, вот у меня вроде там мужчина делает то-то, то-то, а другая говорит, ну ничего, говорит, хреновенький да мужичок, хреновенький да свой. И у нас, понимаете, у нас вся жизнь на это настроена, вот как бы хреновенько, но своё. И мы так боимся уйти от своего хреновенького, мы так боимся вылезти из своего болота, мы так боимся вылезти из вот этих вот своих проблем, потому что мы их знаем, мы не хотим их решать, нам как бы же не важно решить эту проблему, большинству не важно решить эту проблему, большинству важно быть авторитетом в своих проблемах. То есть когда к ним приходят, они говорят, я знаю, и они действительно знают, они действительно как рыба в воде, в своём вот этом вот болоте, Они как рыба в воде, в своих вот этих вот залежнях, вот в своей этой тухлости. Они знают каждый уголок, они знают каждое вот это вот говнецо, которое так или так попахивает. И самое, что интересно, что им комфортно от того, они вот в этом мире, вот в этом вот своем мирке, в этом своем болоте, они герои, они короли, они королевы. А что будет, если они вылезут из этого болота и пойдут в чистое море? Они же там будут никто, там же нужно будет завоевывать себя вновь и вновь, завоевывать себя для самого себя. И это опять труд, это опять годы, это опять новое сознание, новые какие-то преодоления самого себя. А кто хочет это делать? Меньшинство. Большинство только хотят говорить, что я хочу это сделать. И у нас, когда мы открывали со славы вот эти вот чаты, я их называю, троечки, и когда мы их открывали, первое, что мы сделали, мы сразу же сказали, озвучили, что если вас что-то не будет устраивать, мы вам будем возвращать деньги. Потому что для нас это не, как бы деньги, это не решающий фактор был, а решающий фактор это было осознание, когда мы видим, что человек меняется, когда он осознает, когда он приходит к себе, когда он расширяется и углубляется. И это невероятное чувство, может быть, даже какой-то своей важности, что всё-таки ты смог сделать, смог провести этого человека к себе. И тебе хорошо от самого себя, что ты помог ему не прикрепиться к тебе, как к пиявочке, и идти таким важным, что я вот такой гуру, а именно рассказать человеку, который становится тотально самостоятельным, тотально сам в себе. И это другие процессы, потому что он настолько становится наполненный, и тебе хочется быть в его поле. Не просто ему хочется продолжать в его поле, а тебе точно так же хочется быть в его поле. И это абсолютно другие чувствования. И когда мы вот это вот делали, мы поняли, что очень многие люди, ну, немногие, давайте так по-честному, немногие, у нас там не миллионы людей к нам пришли, к таким гуру великим, что прямо писаться можно. Нет, просто были несколько человек таких, которые в определенный момент сказали нам, ребят, спасибо, вы мне помогли, но у меня сейчас дома настолько тяжелая жизненная ситуация, и мне бы эти деньги, которые вы обещали вернуть, они бы не помешали. Ты это, давайте, образным языком говоришь. И мы возвращали эти денежные средства. И когда возвращали эти денежные средства, вот было такое тотальное чувство, не то, что человек что-то не осознал, а то, что как будто бы тебя как использовал. То есть ты понимаешь, что ты сидишь в этом чате, ты тратишь туда свое время, свою энергию, свое вот это вот раскрытие направляешь на этот чат, на этого человека, чтобы максимально, тотально прийти к тому, чтобы он осознал, насколько он клёвый. И когда ты видишь, что помимо того, что он раскрывается, он еще говорит, как бы, ребят, вот я до определенной стадии раскрылся, теперь верните мне, а я пойду дальше. И тут пришло четкое осознание, что человек, он не хочет идти дальше. Он увидел новый абзац в своей жизни, и ему это хватило. Ему хватило вот этого абзаца, чтобы сказать себе, ну, как бы я молодец, он себя погладил, я молодец, я перешел на новый уровень себя, и на сегодняшний день мне этого достаточно. А что там будет дальше, уже как бы неважно. И ты понимаешь, что вот в этот момент это идет обнуление тебя. Обнуление тебя в чем? Обнуление тебя в том, что это не в том, что ты как бы поверил человеку, это твое, поверил, не поверил, кто тебя просил, верить или не верить. Этот человек-то ведь ни в чем не виноват. Но ты понимаешь, что ты сам для себя создал такие условия, я сама для себя создала такие условия, что со мной может человек общаться какое-то время, и днем, и ночью, неважно в какое время, а потом через какое-то время по своей оценке, не по общим критериям, которые мы определили изначально, потому что мы их не определяли, а по своим критериям, он говорит, как бы, ребят, вы сказали, вернете, возвращаете. И ты понимаешь, что ты все вот это время, вместо того, чтобы уделить себе, своим детям, ты уделил этому человеку, и потом это все, этот человек же и обнулил. И когда вот это вот происходит один раз, второй раз, и ты понимаешь, как бы, а тот ли человек виноват, или ты виноват, ты понимаешь, что ты виноват, и я понимаю, что я виноват, я себе в определенный момент лгу, я себе в определенный момент лгу, что все готовы перейти в определенные осознания себя, в определенные пробуждения, в определенные просветления, в определенное еще что-то. Это я себе набрала. Потому что человек в каждый момент своего времени делает именно то, на что он способен. Нет такого, что человек сделал что-то, а потом говорит, а я мог больше. Нет, никогда. В этот момент ты мог только то, что ты сделал. И я понимаю, что в этот момент я могла сделать только то, что я могла сделать. И если я себя в этот момент обесценила, если я себе сказала, что все могут, это я себе вот создала такой мир, которого не существует я. Не кто-то виноват. Не те люди, которые не захотели идти дальше. Не те люди, которые не захотели раскрываться дальше. А я себе до сих пор вру. Я себя до сих пор обманываю, что каждый может дойти до определенного момента. Что каждый может пройти туда-то. Нет, не каждый может идти туда, куда ему сейчас не надо. По определенным критериям его жизненного пути. Это я себя убедила. Это я себе говорю. Это я себе говорю, смотря на человека. Я говорю, ты можешь вот это. А он говорит, иди ты в жопу. Ничего я не могу. Мне вообще ничего не хочется. Зачем ты меня тащишь сюда, если мне здесь комфортно? И я в определенный момент не понимала. Я думаю, ну там же как бы целый космос. Там же целая вселенная. Ты же такой глобальный. Ты же такой офигенный. Ты же такой это. А у него другая картинка. И это я себя ставила. Это я себя ставила выше его, завышая свою важность. А я не настолько важна для него в его мире. А я себе придумала, что я такая важная, что я сейчас вытяну всех в состояние пробуждения. И вот этим я какое-то время жила. А другим людям это не надо. И это их правда. Это их выбор. И это их жизнь. И им нравится это. Ведь у нас на земле существуют, у нас существуют болота. У нас существуют проточные воды. Горные воды, которые постоянно. У нас существуют озера. У нас существуют моря, океаны. И это все нужно для нашей планеты. И точно так же люди, которые живут, они живут в одном. Кто-то живет там в своем болотце. Кто-то живет, постоянно меняется. И вот эти вот у них какие-то передряги все время в жизни, как в горных реках. Там они постоянно бурлящие. Кто-то как в море, кто-то как в океане. И это тоже их жизнь. И мне не нужно, мне не нужно их вытягивать на определенные параметры, на определенные критерии, которые я для себя уяснила. Вот что я говорю, что я в определенный момент живу во лжи. Не потому, что люди живут во лжи. Люди живут всегда в своем мире. И он у них на тот момент, в котором они живут, он у них истины для их самих. А то, что я себе придумала для их мира, это уже я себе придумала. Какое я имела право вообще придумать то, что они где-то живут, что мне показалось, что они живут где-то не там. Почему я решила, что я вот такая вот классная, то есть, да, у меня, я посмотрела, что у меня есть люди, которые приходили, и у которых просто вот за два, за три часа, да, я могу их прощелкнуть, и они пробуждаются. Когда в личном поле. Когда они в личном поле, то они через какое-то время пробуждаются. И я себе возомнила, что я готова пробудить каждого. А каждому это надо. Представляете, какую важность я в себе развела, что я говорю, что я вот такая молодец, я сейчас пробужу каждого. А кому это надо? И вот эта ложь, она во мне в какое-то время зрела, пока я сама себя не опустила обратно. Да, у кого-то там есть вопрос. У вас, ну, у нас на канале YouTube есть не столько вопрос, сколько утвердения, но о том, что большинство не хочет жить лучше, говорит Гундис Рокаускс. А большинство не хочет жить лучше. Мне кажется, это действительно так. Да, как вы, собственно, и отметили. Помимо этого, у нас его вопрос задает вопрос. Здравствуйте, Светлана. Вены плохие на ногах, их видно, и много сосудистых звездочек. Как долго можно жить без еды и воды? Странный вопрос. Как два вопроса, наверное, в одном. Ну, вообще, про вены, на ногах, и вообще про всю сосудистую систему, я уже говорила, что очень простое, очень действенное упражнение, когда вы хотя бы пять минут в день ходите на пяточках, потому что пяточки, у меня был где-то эфир, я там подробно рассказываю. И у меня уже есть три случая. Один из них прямо операбельный случай, когда мне девочка рассказывала историю, то есть у нее муж вообще во все это не верит, но у него была запланирована операция, и до операции оставалось определенное время. И она говорит, ну, как бы у тебя все равно будет операция, ну, попробуй вот на венах, ой, фу, на венах, на пяточках походить. И он ходил в течение какого-то времени, когда он пришел на предоперационный просмотр, ему сказали, что глобальные улучшения, и сказали, как бы стоит или не стоит делать операцию. И он такой говорит, давайте, если есть возможность, он еще оттянул какое-то время, и у него были прям огромные шишки, то есть прям операбельная ситуация была, и у него они рассосались. Возможно, это не только из-за того, что ходьба на пяточках, но в том числе это посодействовало. Поэтому если какие-то проблемы сосудистые, именно сосудистые, то нужно понимать, что сосудистые проблемы – это когда не хватает определенной вибрации в нашем организме. И вибрацию сделать, естественную вибрацию нашего организма под наш вес – это самый лучший, самый простой способ – это ходьба на пяточках. А тут в наших чатах. Обычно у нас, знаете, хоть один, но хейтер должен присутствовать. В данный момент времени, видимо, ваша футболка их распугала. Да, ребята, домашняя футболка, я просто вот только-только пришла домой. А, не успели переодеться. Я думал, это какой-то демант. Да, но ее уже все знают, поэтому… Правда? Ну, ладно. Ну, вот я хотел так спросить от себя. Вот зачастую ложе является нежелание человека идти в ту область, которая как-то иначе у него ассоциируется с болью, что ли. И знаете, как язык, он обычно развивается в сторону большей лени. Например, раньше, например, питать себя. Ну, а сейчас быстро, если говорить, питаться. Ну, то есть, ну, как бы развивается он в сторону большей лени. И, наверное, каким-то таким образом и человек упрощает жизнь, чтобы избежать тех сложностей и непонятных ситуаций. И таким образом он обманывает, прежде всего, себя только от того, что не задействует весь свой потенциал. Это вы как бы об этом примерно, да? Ну, смотрите, во-первых, то, что для меня хорошо, для другого не обязательно быть должно хорошо. То есть то, что я говорю, что развитие чего-то, это же для меня развитие. Для него, для любого другого, это может быть не развитие. И вообще ему это не нужно. Это первый момент, если я правильно поняла вопрос. Потом, что касаемо, хочет ли человек или нет. Вообще, вот чем больше я работаю с людьми, тем больше я понимаю, что наш мозг, он настолько изворотлив и настолько все выворачивает, что как будто бы так оно и должно быть. То есть мы работаем с человеком, ну, например, вот с одним из людей, я работаю уже практически год. И я вижу на протяжении года вот эти вот качели. Конечно, они все больше и больше выравниваются. Но вот эти вот качели, они настолько человек даже не осознает, что его мозг начинает его выводить в определенные стадии. То есть вот так вот, если образно говорить, вот он идет, например, ровно что-то, вот в определенной стадии вот идет все, он устаканился в каком-то своем выборе, в каком-то своем действии. И вот он идет, и вот ему все хорошо. И вроде бы еще чуть-чуть, чтобы перейти на следующий уровень, но его мозг говорит, а давай вот это вот. И он такой, я вот это вот услышал, и думаю, вот это попробую. А я уже понимаю, что если вот это он попробует, у него будет на несколько месяцев, как бы он вернется в то предположение, которое было несколько месяцев назад. Но если даже я ему это скажу, он это не воспримет, потому что мозг даже эту информацию не примет, которую я скажу. И мне стоит только зафиксировать этот момент максимально, чтобы через какое-то время, когда отпустит его мозг, отпустит боль его мозга, показать ему это, чтобы он срефлексировал вот этот момент. Это максимум, что я могу, чтобы это было экологически точно, чтобы он пришел обратно в это состояние максимально быстро. Если понятно, о чем я сказала. Да-да-да, понятно. Вова задает новый вопрос. Я хожу на пятках, и на сухих нахожусь одновременно. То есть находит на пятках и на сухих. Отлично. Да, так можно одновременно и нужно. Интересно. Раскол. Ты, красава. Да, разрешение получил. Так, знаете, у меня тоже заботит вопрос честности, прежде всего. Я, у меня есть знакомый человек, который имеет предельную честность по отношению к другим людям, но вся эта честность перечеркнута к нечестности по отношению к самому себе. Потому как человек состоит из неких блоков, и там их достаточно много, и туда он как бы не заглядывает. И получается... А значит, обнуляется. Честность перед другими обнуляется. Именно поэтому он пытается признаться в честности через других. Но через других это то же самое, что, знаете, когда вы смотрите из зеркала, и вы видите, что у вас что-то не то с прической, и вы начинаете не прическу поправлять, а поправлять зеркало. Это то же самое. И пока вы не откроетесь честностью перед самим собой, что бы вы ни говорили другим, это будет на том, каком плане это чувствоваться. Они будут это слышать, но не примут даже тот совет какой-то. Может быть, даже если они попросили какую-то рекомендацию, они её не воспримут, они её не перепроживут, потому что внутри в нём этого нет. У нас поднятая рука. Я прошу организатору предоставить возможность поговорить. У меня таких прав нет. Оля говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана подключилась и услышала очень много зазвученного. Благодарю вас. У меня эта тема уже так немножко волновала даже, потому что тяжело в нашем мире быть абсолютно честным. И у меня есть личные примеры, когда это было очень-очень невыгодно, и я могу даже их озвучить, и мы можем их обсудить, если возможно. Вот, например, ну, у меня в детстве, например, мама, чтобы не попортить самоотношения, она очень сильно, поняла, что она очень сильно не любит кошек. А у меня был самый лучший друг кошка. Но мне было тогда лет 6, 7, 8. Вот, и в какой-то момент она сказала, что кошка убежала, то есть, ну, сама по себе ушла. Хотя я не знаю, как это можно было. Возможно было, потому что мы жили на пятом этаже, но я ей поверила, и поэтому наши отношения, они не испортились. Хотя если бы она мне сказала правду, то они бы, наверное, очень сильно испортились. Я спала вместе с кошкой под одеялом, то есть она была для меня реально очень близким существом. Вот, и второй пример. У меня был очень хороший друг, дружбой которого я очень сильно дорожила, и у нас были, ну, реально очень хорошие отношения, и я много пользовалась разными фишками, очень хорошими, из-за того, что у меня был такой друг. Вот, и мне было просто приятно с ним находиться. Вот, но в один момент он сказал, мне поставил ультиматум, он сказал, вот если ты будешь это делать, то мы с тобой не будем друзьями. Вот, а я же такая честная, я сказала, ты знаешь, я это сделала, ты меня прости, но я не могу так, я хочу этим заниматься. То есть я была такая честная, и он действительно перестал со мной дружить. То есть он человек слова, и... Смотрите, я всё поняла, давайте я сейчас быстренько отвечу на этот вопрос. Я вам отвечу в двух словах, то есть мы не будем разбирать вот прям тотальные ситуации. Что в первой, что во второй ситуации у вас идёт обесценивание самой себя. Изначально вам показала мама, насколько она не ценит ваш выбор, насколько она не ценит ваш тот образ жизни, ваши те предпочтения, которые в вас. Она их обнулила изначально, и вы это приняли через неправду, вы это приняли. И потом у вас появился такой же друг, который точно так же вас обнулил после того, как вы себя... Вы точно так же себя не принимаете. То есть вы себя не принимаете такой, какая вы есть. То есть вы себя в жизни всегда обнуляете. Вы всегда, скорее всего, вы делаете что-то для кого-то. Вы хотите быть хорошим, хорошей. Вы хотите сделать кому-то, причинить кому-то добро. Хотите, если там, например, вам скажут, либо ты съешь, либо там дашь вот эту краюшку хлеба кому-то другому. Ты, скорее всего, дашь эту краюшку хлеба кому-то другому. Ты всегда себя ставишь не во главу своего мира. А что это значит? Это значит, что твой мир разрушен, потому что в твоём мире ось твоего мира – это только ты, потому что это твой мир. Кроме твоей оси в твоём мире больше никакой оси не может быть. Если ты себя не ставишь во главу своего мира, то твой мир разрушен априори. И сейчас твой мир разрушен, потому что вокруг тебя всегда есть кто-то главный, но не ты. Ну, я могу согласиться с этой гипотезой. Но ещё, если, например, ставить себя в центр своего мира постоянно, тогда нужно просто уйти из семьи, нужно уйти… Почему? Нет, ни в коем случае. Ты же словить и разделяешь. Наедине с собой, потому что обязательно нужно что-то сделать для кого-то. Нет, это неверно. Это же неверный подход. Ты же опять через лошадь идёшь. Ты же обманываешь. То есть ты свой мир разрушила, и теперь ты хочешь вместо того, чтобы у тебя был мир на твоей оси, ты хочешь поставить много опор, чтобы эта крыша не рухнула. И оправдывай это. То есть это то же самое, что я бы оправдывала, говоря, что я всё делаю для детей, я всё делаю для кого-то. Вот вы посмотрите, что я делаю для вас. И как бы перекладывая всё время на кого-то ответственность, что я такая хорошая, перекладываю на кого-то ответственность. А по-честному, что значит по-честному? Это когда я говорю по-честному своим детям. Я уже приводила этот пример, потому что он достаточно грубый, но он правдивый. Это когда я по-честному говорю своим детям. Я говорю, для меня в моей жизни главное я. Да, главное, чтобы я… Мне всё нравится. Я делаю всё для того, чтобы я улыбалась. Я делаю для того, чтобы я была счастливой. Я делаю всё для того, чтобы я была, например, богатой. Что мне приносит улыбку? Мне приносит улыбку, когда мой ребёнок улыбается. Мне приносит улыбку. Мне приносит счастье, когда мой ребёнок счастлив. Мне приносит улыбку. Я зарабатываю достаточно денег, когда я понимаю, что я могу получить эту улыбку, когда мой ребёнок, например, ходит в определённую секцию, за которую я могу заплатить. Я получаю улыбку. И это по-честному. Я всё делаю для себя. То есть я своего ребёнка осчастливливаю для себя. Он мне не должен никогда будет за это. И это по-честному. И он пользуется вот этими улыбками, благами и всем не потому, что я ему даю, потому что я такая хорошая. И он потом должен будет отплатить, когда вырастет. А потому что я это делаю для себя. Я кайфую от этого. И он видит рядом с собой абсолютно счастливую маму. И он берёт модель этого поведения, и он становится абсолютно счастливым человеком для самого себя. И передаёт дальше. Это как сеть такая получается, как паутина. И он себе найдёт спутницу, которая будет абсолютно счастлива, и они будут дополнять друг друга. И у них появятся деньги из изобилия себя. Ой, дети. Ну и деньги тоже. Из изобилия себя. А не потому, что нужно создать новую черепу общества. И это будет по-честному. Это будет тотальная ответственность за самого себя. Не перекладывание, что я тебе дал, а ты мне вот что. Не перекладывание, что а как же моя семья. А твоя семья, значит, ты чувствуешь, что она неполноценна. Ты создала себе неполноценную семью, которую ты чувствуешь, что ты должна додать. Ты уже себе неполноценный мир построила. Так, ну, ответ получен более чем отчеркивающий. И у нас тем временем ещё одна рука. Артур Юдин. Я прошу предоставить Артуру слово. Привет, ребят. Меня слышно? Да, слышно. Приветствую. Рад вас слышать. У меня такой вопрос появился, вот, как быть, если... В общем, я слышал информацию, что якобы зимой проще голодать, и летом, ну, как бы, много соблазнов, всё такое. Голодать вообще не нужно. Это выкиньте, это из головы, это всё ерунда, это всё бредни, голодать не нужно. Если вы идёте в очищение тела для чего-либо, это одно. Если у вас тело плюс-минус здоровое, то идите на осознание себя, и еда, она отвалится. Это уже проверено. Вот сейчас вот, который на трёхдневном, не знаю, марафоне, ретрите, неважно как, который приезжал человек из-за рубежа к нам, вот сколько уже прошло времени, он практически не ест. Но за это время, там, за сколько там уже прошло, сколько, недели, да, он съел там одно яблоко, что ли, и то не целое. Не потому, что он не хочет есть, не потому, что я его загипнотизировала, там, или слава своим образом жизни, а потому, что это тотально неинтересная игра стала для него. Он перешёл на новый уровень себя, и у него нет интоксикации, у него нет слабости, он ходит в тренажёрный зал, он там, сейчас вот он находится там в Лондоне, он ездит так и так, ездит по миру. И у него, у него отвалилась еда, ему неинтересно играть в эту игру. Пока вы голодаете, вы будете голодать. Это голодать, это дефицитарность. Согласен. Я про другое немножко хотел спросить. Вот у меня недавно был такой эксперимент, ну, два года я как бы на сыроедении был до этого, два с лишним, и решил просто попробовать, что будет, если я съем варёную еду немножко. И сразу же заболел короной. До этого я два года с лишним ни разу не болел даже гриппом. Сразу у меня поднялась температура 39 градусов, в общем, всё тело начало ломить, голова болеть. Пошёл к врачам, они мне сказали, что якобы это всё желчь ударила в голову, и я, да, действительно заболел вот этой короной. И типа вот так вот. Ну, что удивительно, я через четыре дня встал на ноги, обратно вылез, то есть я обратно перешёл на среднее. Ну, голодал, естественно, в течение тех четырёх дней. Я ничего не ел вообще, потому что мне просто не хотелось. Я понимал, вот как реально, вот что же такое изнутри ощущал, как будто вот, что это, ну, уже серьёзная игра. То есть это уже не та, ну, детская лепетня, которая была у меня до этого. То есть пока нам тело позволяет здоровое, мы всё это как бы пихаем, 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 кайфуем, удовольствие получаем. Но только получается такой выбор, либо ты, ну, в общем-то, серьёзный такой выбор, то всё, уже там чёткие движения, чёткие действия, абсолютно никакого лишнего вообще действия у меня не было за эти четыре дня. Как будто вот ходил, даже, ну, мне, если честно, немножко понравилось. Хотя было такое очень серьёзное, ну, боль, было такое, ну, неприятное состояние, в общем. В общем, и в итоге я вылез, вылез, в общем, сейчас, ну, в общем, проделал ещё там пару чисток, и ощущается, что вот с холодами у нас в Москве, в общем, холод теперь минус, не минус, но как бы 10 градусов, вот, и скорее будет скорость ещё ниже. А ещё буквально два дня назад там было плюс 25, плюс 26. И вот ощущается, как вот на холоде стало немножко отпускать вот это безумие, то, что что-нибудь есть, что-нибудь есть, вот уходить стало вот это. Я понимаю, что это всё программа, то есть это всё мне заложили в голову, и я теперь это всё протаскиваю. Вот, но всё же, как от неё избавиться, как вот выкинуть её из головы. Хотя, не знаю, стоит ли сейчас на этом этапе или воспользоваться ей этой программой. Тебя благодарю. Ну, смотри, Артур, пока у тебя есть эта игра, и пока ты её видишь, пока ты видишь эти правила, ты в неё играешь. Если ты будешь через насилие из неё выходить, ты не выйдешь из неё, ты будешь вечно голодающим, вечно замёрзшим, вечно голодным, холодным, раздражительным. Как только ты выйдешь к самому себе, тебе это будет неинтересно, неважно, это холодно или жарко, абсолютно неважно будет. Мы же очень часто, я про это и говорю, вот этот эфир, он про то, что мы очень часто не можем выйти к самому себе, мы обманываем. То есть я сейчас рассказала про обман к себе, к самой себе, но вы же можете точно так же рассказать, что про обман к самому себе, просто я же не могу за вас это сказать. Но вы сейчас, вот ты сейчас себя обманываешь, ты говоришь, вот я хочу, ты хочешь есть, но ты себя обманываешь, выходя на голод. Но ты выходишь на голод только лишь потому, что ты себе придумал, что это полезно, а у тебя нет заменителя, тебе неинтересно жить в чём-то другом, у тебя нет эмоций, у тебя нет чувствований, чтобы ты не думал о еде, чтобы тебе это было неинтересно, и поэтому ты идёшь через обман к самому себе, убирая еду, думая, что ты выскочишь куда-то. Но у тебя в голове одно меню складывается, а чтобы поесть, а какая бы погода, а вот в эту погоду мне лучше есть или не есть, а вот это вот у нас. Это же вообще про другое, ты постоянно в самообмане, ты тратишь всю энергию на обман. Почему вот эти вот, почему сыроеды, голодоеды, почему они постоянно вот как анорексики ходят? Потому что у них вся энергия уходит на то, чтобы проголодовать. Вот столько-то, ну-ка, ещё нужно отсчитать. Вот вчера я голодал столько-то, а на этой неделе столько-то. Я мощь, я рекордсмен. А чего ты добился? Ноль, ты ушёл вниз. Ты ничего, ты всё это время, ты просто пропустил это время, похода к самому себе. Ты ушёл в голод и в составление меню, что ты будешь. Что ты будешь делать, что ты будешь есть, как ты там эти хлебцы засушишь, что ты там какие-то, на каком рынке ты с кем скооперируешься, чтобы купить ящик каких-то полугнилых фруктов, либо овощей, овощей, там ещё что-то. То есть вот эта вот жизнь вокруг еды, и ты хочешь выйти из еды, крутясь вокруг еды. Это не получится. Просто оставь. Ты хочешь есть – ешь, но ты иди к самому себе. Да, когда мы заболеваем, я тотально уверена, я сама через это вышла. Когда мы заболеваем, нам нужно убирать еду и жидкость. В определённых случаях жидкость не нужно убирать, но это всё индивидуально. И тогда мы подтягиваем своё тело, чтобы оно нас не оттягивало от пути к самому себе. Вот для чего это нужно. Когда ты больной, то ты не можешь прийти к самому себе. Тело тянет, оно болит, оно стонет. И чтобы этого не было, ты его сначала исцеляешь через голод, а потом идёшь к самому себе. А если ты здоров, иди к себе. Ты хочешь есть – ешь, только есть определённые методики, как проще будет уменьшить вот это вот питание, чтобы мозг не засорять, не загрязнять едой. Ты как бы кушаешь, но у тебя оно не загрязняется едой. Но это я тоже на общее обозрение говорить не буду, чтобы каждый не начал применять к себе, потому что это не всем нужно. Но ты не через обман, через правду к самому себе. Ты хочешь есть – поешь. И чем больше ты будешь правы к себе, ты придёшь к себе. То есть зависит от времени суток. Бывает хочу, бывает не хочу. То есть либо вот это появляется. Мы сейчас с тобой говорим о еде, а не тебе, не о тебе, понимаешь? Очень вот я почему сейчас делаю огромный акцент на этом. Потому что многие люди, когда мне говоришь, иди к себе, они говорят, окей, а сколько раз есть? Ты мне говоришь, иди к себе. Они говорят, хорошо, в какое время суток? Ты мне говоришь, иди к себе. А лучше с овощами или с фруктами? То есть, понимаешь, вся жизнь вокруг еды, а она мне сейчас неинтересна. В моей жизни она практически отсутствует, даже у моих детей. И я говорю, ребят, идите к себе, там интересно. И как только вы начинаете зацикливаться на еде, я вас всё время пытаюсь отсюда вывести. Не думай. Хочешь поесть – поешь, но не думай об этом. Просто поел и забыл. И иди снова к себе. Я был в себе, когда... Ну, где-то месяца три назад я в себе был, как бы, а сейчас, не знаю, наверное, расстройство произошло какое-то опять. Приезжай на ретрит, и я тебе это расстройство подлечу. Да, хорошо. Буду. Благодарю. Спасибо. Благодарю тебя, Артур. Ну что ж, друзья, у нас пока уже вопросов больше нет. Время достаточно позднее. В принципе, если нет вопросов, как у вас там все это? Есть ли вопросы? Да, я вот только вот в Ютубе читаю, да, Христос сказал, питаться можно маной небесной, но для солнца мы всегда выбрызли. Ребят, я вам могу сказать однозначно, и говорю это каждый раз, я уверена, я знаю на сто процентов, что еда и жидкость, они не нужны для комфортного и для максимального существования и жизни самого себя. Я это знаю абсолютно точно. Но чтобы к этому прийти, нужно и к этому идти лучше через самого себя. У некоторых это получается через болезнь. Поэтому, ребят, не зацикливайтесь, идите через себя. И у меня сейчас все эфиры, по-моему, нацелены на то, чтобы было вот это вот понимание, что такое я, что такое честность, что такое честность перед самим собой, какая бы она ни была нехорошая, неприятная. Поэтому я вас всех люблю, всех обожаю. Спасибо вам огромное за вопросы. Спасибо за то, что приглашаете меня. И следующий эфир тоже будет, опять же, для того, чтобы прийти к самому себе. Еда – это не наш случай. Но чем больше мы на ней зацикливаемся, тем больше она в нашей жизни. Поэтому не зацикливайтесь. Хотите поесть – поешьте, но идите к самому себе, и она у вас отвалится. Мы способны нашему телу, нашему белковому аватару не нужна еда, чтобы строиться, чтобы расти и чтобы функционировать до какого-то предела. Спасибо большое, Света. Через неделю мы с вами снова увидимся. Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...